мы только недавно записали же на казахском языке я тоже рад почему опять повторимся это я наверное вынужден это поскольку мурзовек увлекался психологией поэтому зная каноны психологии опять не скромно все надо повторять повторять чтобы люди по-настоящему освоили вот знания поэтому я повторяюсь нашим акусовым хорларм людям те которые ищут правду на земле вот многие же задаются вопрос почему несправедливости много почему куда бог смотрит поэтому поэтому мы забегаю вперед скажу я всегда вот бегу на вашу встречу на нашу что вот эти схваты чтобы действительно будущее изменить особенно потенциал то есть повторяюсь я вспомнил что мы хотели сказать что я хотел у казахского народа огромный потенциал очень огромный потенциал который будущем мы можем реализовать вот через эпоха урана будет через 40-50 лет и мы будем материально доминируйте сейчас в дубае как живут нефть правильно используют то все мой все много разговоров но придет время мы будем доминировать ну а мы как за а мы как за мы тоже может плохими станем мы тоже может заведем гастарбайтеров как эти арабы а сами будем другой европе гулять кто его знает поэтому чтобы их не ошибок нам не допустить это вот очень серьезные вещи говорю через 40 50 лет вообще состояться как настоящее государство духовное чтобы наши дети были казахими не просто казахими духовными высокими и вообще многим нациям наш нашли приют нашем государстве которые хотят будут жить будут стремиться жить нашим государством потому что будет идиллия и духовные материальные потому что материальный приходит после духовной всех адисы наши пророков все руханят коран нам говорит все ваши беды и награды этого рук ваших делали на это правда то есть все дела наши от рук наших вот как раз вот эти темы нам надо раскрывать а вкусом карлера основной наш дамат который слушает и как раз слова тонкие вещи раскрывать стараться друг другу помогать надо мне от вас вам от нас индии правильно делиться знаниями вначале это затронул у нас я считаю тоже действительно именно у казахов громаднейшее духовно-культурное наследие которые мы сейчас питаемся благодаря это духовно культурно наследие мы существуем многие это недопонимают многие там превратились европейцев еще других и хотят так жить они не признают наши обычаи культуры ну вот это надо хотя они считают что отстал и что мы отстал и оторвались от своей своих корней скажем так надо вот как раз теперь на русском наверно опять же повторимся это даже второй третий раз мир катится своей пропасти почему потому что он либеральный мир демократические государства основные если в мире сколько там 200 государств допустим 6 существует и ситуации что лет и все они катятся к своему закату потому что без духовные в уставах их в конституциях не прописаны церкви догматы не прописаны они только материальный план и такие государства действительно уйдут в пропасть поэтому зная это в будущем я думаю что нас на вкусу всех духовных людей государства правительства будущем будут уже понимать суть вещей и будут наоборот идти навстречу помогать в то время мы должны как раз стать занять серьезные позиции потому что надо действительно опять же повторяю переодеть наших казахов она и влияет на наш разум вот все вещи же от того что тонкие если энергетические квантовые вещи знали бы наши депутаты они давно переоделись бы в казахские вещи если они знали бы что будут такими галстуках бабочка ходят что их не дети деградируются и станут другом государстве если они осознавали бы они сейчас не осознают гонки за деньгами там миллион работы даже примитивно заняться делами не осознают что их не дети могут очень плохо стать у них даже не будет этого потомство будущем они просто заняты материальными делами с утра до ночи пусть работают честно даже может все хоть в органах но они не осознают что будущем это чревато катастрою для их не потомство хилищик просто нет у них но этого они не осознают думаю что работать для потомства для своих детей почему они накапливают думать вот мембалам жахсы волшу мой день мой мои дети не знали там нищету да да для них там все делает приватизирует все сделали но они этим самим же губит их губит не понимает маша за баба наш говорил молдан повторяемся наверное байдан мало дахта балласа не хамбалат балласа ардактуды вот кирище вот мы тоже сейчас нельзя хаять государство каком плане иногда вот это хочу сильным открытым текстом в обширном варианте раскрыть что все дела от Аллаха вот наше состояние 30 лет против правительства говорим но я боюсь потому что не поймут нас не воспринимут на самом деле все хорошо у нас потому что столько же мнение потому что это дело не мнение я хочу чтобы люди наши достигли расширенного сознания высоких духовных стоянок махам говорит в суфизме вот тогда они будут глубину видеть дело не в правительстве махам это у каждого святого допустим были свои стоянки или на духовном пути свой махам есть понимаете уровни которые они действительно осознают потом глубже выше выше они будут еще глубже видеть вещи когда на высокий уровень доходит но это опять сопряженность питаниями с ритмом грибодатами конечно это совершенно и опять же ты в глубине абсолютно видах же путь пророка абсолютно это действительно во все на филю раза на филю намазы как он мало питался мало ел мало спал действительно тогда человек духовно его душа сознание сливается с высокими иерархическими структурами а потом выше слияния и с аллахом происходит как вот суфизме сопол раз мы говорим конечно к этому и приходит но то что вот сейчас кстати тоже я боюсь многие вещи говорить вот эти астральные видения с третьим глазом путают это тоже очень тонкий вопрос как различие в чем астральный план у астрально он может и произойти может не произойти как-то с жоргандой неправильно жордан неправильно кет тогда придется на русском этот момент рассказать жила была бабка римс пожилые люди у них был келенка и вот она во сне у нее уже живот был на девятой стадии беременности или восьмой там я точности этих вещей не знаю на каком рожает уже девятый до перед девятым как раз уже перед рождением будем говорить видит сон как ему пришли два волка и она с ними играется в два волка подошли и они там вместе кстати у меня такой опыт был оказывает кеннисары рух потом будущем и вот смотрите она просыпается под утро такие вещи происходят потом раз радостная с утра и не снять у своей свекровки мне идешь и она отвечает она была грубая поболи ее своя свекровка мне деть я все тонко стеки не даюсь оказывается в эзотерике моего и она говорит хаскарджик твое тебя два волка загрызут в язык видите поганый она обиделась и опечалилась видите бабу раз-раз свои дела чай мой готовит уже с утра с вас бишь дед приходит чуть дед приходит ну мужа отец там своя была хайнатас нашилась и хайнатас келет но все равно он каким-то этим своим внутренним чутьем да игорь спрошу может бабуля ошибаюсь что она так огорчила меня до на тата я вот такой сон видел 2 2 в огромных волка подошли ко мне я их ласкала сети ой балам чах слухой ты никому прежде не успела сказать все это дверь надо было наказаться маняшна галерины соус яхта она успела говорить ведь и в момент чем мистический этот жизнь двоякая вот будущее предрешено и не предрешено об этом много можно я вам серьезных вещей расскажу день и шариатских вещей могу рассказать это она ведь ты успела кому сказать дед и башни хайнатагет тагар бабули а что он сказал ведь он мудрый отец был уже по-настоящему она сказала тебя волки загрузят ох а теперь так и произойдет надо вот первый за рудой я должен был сказать на почему-то не дождалась теперь извини меня теперь так и произойдет представлять вот есть ол негас здесь и на их обучение габала датах асхардай асхардай ултуас представляете а теперь будет по-другому видите как высказать слово энергия как роль играет вот в жизни вот ахху сухарлар очень много вот острых вещи говорят видите вот нельзя наговаривать между собой ссориться чего-то где-то допытываются истины она сама придет если человек сам ищет у каждого человека есть выше я это есть лучше которые мы выше всех ангелов почему вот такие вещи как раз будущем дают бог нам дай аллах раскрывать вот эти вещи надо раскрывать мы выше ангел конечно почему мой коран считаете знаете суть и почему почему тогда библия я вы я вас создал по образу и подобию ангелы джабраиль головарь ангел я готова мухаммад не смогу перед аллахом дойти когда мы играть вот воразаин да ты зайдешь к нему это разве не выше ангел поэтому айбулат вы это не путайте такие вещи на самом деле мы выше ангел поэтому она аль-хак мансура халаджи джунайд багдади вот три человека которые говорил же которые успели сказать трактатор своих словес и очень много осталось у них у них есть вот слияние сла с аллахом сопла желтым шина вообще слияние с аллахом как против которого как раз алифи саудовская противе это что за сказки вообще нашим канонами подходит и нашим канонам сейчас тоже не подходит а кусок армарда нашими мамы тоже вниз вне закона как бы да мне старят тоже а если вот такие суфийские вещь глубинный говорит духовный высокий махам это же вот это слияние с богом существует это западный мир им легче не в другого религии они об этом если применим этого слова кайфует они наши традиции богатством духом наследием ислама не кайфует особенно скандинавские страны очень много вот три минге мы еще очень много ученых востоковедов суфизм который увлекается положено под нашим сухаром надо рассказать они просто действительно в творческом экстазе когда вот этим наслаждаются потому что действительно правда наше предназначение очень высокая на земле понимаете просто высокие души спускались зимба ларсов твоя талар арстам лаптар бар уже это высокие души которые действительно показывают путь они реализовались действительно в течение одной жизни девайта поехали хорошо мы на русском хотел бы что-то сказать право разум его как она влияет на человека на сознание человека на душу человека вообще про воздержание это же не идет воздержание только пищи вы знаете конечно конечно это непременно это не вообще не только пищи это весь глаза язык если вот как раз а вкусом форма мусок лармус реально уразу по всему и канонам содержать человек как раз по она расширен сознание твое сознание выходит другой мир и я не завел сколько вот бродаров моих сопла существует много наверно не общаемся хотя пару человек которые искренне общаемся есть выходили в другие миры есть такие люди просто не методология движения наверное они не анализируют а я просто по жизни посвятил свою этому поэтому на самом деле душа поэтапно выходит очень глубокие сферы это можно зафиксировать до уразы можно вот эти астральные хождение введение можно рассказать проект помните ягода молдон и карлингтон если этих найдут людей книжкой вот очень серьезно книги которая освоил астральный мир основной живую мог перейти ходить другой с астральный мир от алар со всеми мог встречаться это ближними а у раза это существует для высоких иерархи структур почему архангел тебя брали спускался именно в разу помните я говорю это для человечества будущем рамазанай это будет коренной вообще перелом сознания человеческого сознания будет они будут понимать что исламе у раза рамадан это совершенно аллах подарок нам сделал врата раскрывает мы же говорим по шарясканам все шайтаны на цепях врата раскрыты и мы только мусульмане это ощущаем говорим над глубину не ощущаем а другой европейской человеческой они о чем они деть это правило а будут времена вот будущем эпоху водолей когда вот как его плохо света уж бы человечество будет осознать вот этот месяц экстрасенсы мира русские которые сейчас в битве экстрасенсов они у раза да будут ждать у разы мусульманск праздник когда они могут действительно выйти в высокие сферы понимаете просто это говорить сложно от своего лица многие вещи мистические вот кстати сегодня хотел телефон свой новый свой ватсап открыл чтобы действительно там напрямую со своим этим контингентом ахку сумхарларми общаться по ватсап другой вот там я наверное будут немножко искреничить или там как-то раскрепощаться говорить если кому это нужно это очень серьезные моменты на самом деле вот выход высокие миры вот ахку сумхарлары как раз очень необходимо потом все станет на место все вопросы они просто отложатся понимаете у раза это такая серьезная вещь тельку с мы же об этом на казахском говорили если финансово позволяла бы прямо уединиться куда-нибудь чисто энергетически где на туркестануте где вот духовно совершенство да жила вам бабала где там энергетика очень высочайшая астама баланса там где-то весь 30 дней эти пробыть бы и питаться только хурмой сумен максимально меньше питаться мясной пищи это действительно влияет вот все индусы пища там и даже не осознаем их не слушаем и индуизм где по мясу это грубая пища в принципе жесткие вибрации поэтому она действительно притупляет наши волновые структуры понимаете а вот если чисто как сахабалар пайломармз на хурме на воде пройти к нишу хурможили всего три хурма вообще результаты другие будут вот ахку сумхарлармы с его раза да еще только начало разы пару дней прошло сегодня третий день вот если дальше если вот прям по-настоящему приступят так сказать аскетично они очень серьезные вещи увидят а сонгл гуна воразан сонгл гунариду сонгл 10 чай день потом последние три дня это вот я каждый год всю жизнь вообще очень серьезные вещи происходят потому что ты расскажи какие я считаю это в будущем только отдельная инкогнито вот как его через ватса я буду перелетать почему ты не хочешь рассказать но это видишь тебя ждут может я не способен сейчас открыться как-то сложно я же говорю я уже обозначил выход души в другие миры это реальность общение с высокими сущностями они приходят нейтральные воды есть очень много до вышиваться вот они спускаются средние миры ты из тоже туда подвышаешь прям реальный контакт совершенно другими хорошо же я вот же отожил до завода пропагандирую да пытаясь сам понять сам совершенствуюсь да и мне разные люди звонят а вот я тоже с тобой мы тоже познакомились так мне сегодня человек позвонил в возрасте за 64 что ли года вообще такие вещи говорить я первый раз общался очень я горит когда меня приходит душа когда я вижу говорит я горит общаясь с теми это аллахами я не говорю говорит вы где помогите мне и они приходят видеть змеи и прогонять этих джиннов говорит он видит это все правильно это реально разговаривает думаю бываешь люди до такой степени они это видит все я не знал это генетического у них баба ларба никогда в больнице никуда не хожу в гены сон дэва баба лара это генный код такой и вот он тоже что его баба ларс этим был и у него тоже проявляется ведь я году все должен умереть 50 лет но мне дали еще 15 лет как я доживаю горит такие вещи такие странные вещи к на первый взгляд говорит таких случаях очень много я-то убеждаю что много я-то по миру бродил прилично и сколько вот этих историй же собирал как шурик поэтому это реальность просто как раз есть верхний астрал дело действительно уже высокие души виде тотемы животными и ко мне очень много приходило конечно многие сущности души живут уже вольном барзах алем это тому же кто освободился от многих вещей как ангелы становятся они уже как животные принимают этот вопрос был про барзах алем раскрыть тему ну не знаю а старайся материал в рамках там трясти сороками сложно и раз мы разделим ну я же вот говорю если люди наши сумкары выйдут в эти высокие мира они сами ощутят этот вот надо духовный путь давайте оборудовали барзах он многослойный как сколько существует электронных почв в мире сколько как вы думаете вот сайт вот представь себе нас 7 миллиард человек до 7 миллиарда 500 миллионов и у половины есть почтовые ящики там ватсап и электронных ватсап тоже свои электронные ячейка сколько номеров существует так и в духовном мире как можно пробуждать их тоже миллиардами про миллиард и чей как сказать и каждый человек умирая как раз он попадает свою ментальной сферы свой бар за халим понимаете казахтар ульгинга здесь ли мало духовный свой казахский мир это это очень серьезные вещи там тоже есть вещи которые на корму кардиген это все реально если человек низкий духовной энергии набрал он попадет низшие сферы астрологи действительно будет приходить на разборки на корму к в другие сущности и попадет тем людям которым он должен пожизнить долги физически финансовый должен был это реально все утром нашим акуса воробит у экстрасенсов серии терялась от диска продается просмотр тоже очень полезно и вот молдон карингтон отойти выход в астрал или смерть взаймы длинки носа кино для под книжкой смерть взаймы и выход в астрал вот как раз уровень наших акуса канал астрал это жкана аталармскуримзова они спускаются в нижнем мире чтоб с нами что-то вести нас они спускаются они еще выше живут на 5 5 6 уровня живут вот вообще я забыл этого американца мне очень серьезный человек из в америке он большие обороты набирает вот его послушать видео с очень большим сущность тоже общается раньше был к район помните тоже был очень ажиотаж в россии миллионами книг тираж к район слышали вот видите наш уровень казахов очень низкий как раз в книжных магазинах русские берут к район читает наши почти не читают и и мамы мулалар вообще для расширения вообще далеко до них не возьмут хотя бы что что они думали что они не будут говорить но то что это нам не нужны они будут говорить в основном они будут правы если человек духовно ислам реально он держит канонически так вот классика свару конечно он человек тоже преуспеет как коране пишется но наш либеральный мир демократическое общество вот наши имамы почему ошибается как раз давайте вот это вскроем кроме то имам дар вот если тогда он кем олдана вызов мемликет за ирл мемликете где младе либеральной алимпики порт хангтан опасность в этом состоит ислам думе журнде халган кириг мисс понимаете нам другого не надо десе но мир то в другом ушел люди погреб по грязи материализме понимаете проблема же в этом они вот всей глобальной игры не видят проблема нашего общества что она демократично за ирл мемликет да и мы поэтому они нет шариат хадис пендерундер храм мидерундер этого мало если по-настоящему телевизор не было по-настоящему не полностью не включает если ослардай так осларда только это кабельное не все его смотрят польза от того что то есть это мало этого вот эти мамы должны понимать что нельзя против сумхаров идти других других они тоже таблики жамана на они тоже каждом на своем уровне они нет вы сейчас отошли от них вот ну цена мозаика игры в чем имамы почему отшивают других и могут навредить вот они сейчас зерега демстранс карат раз супрементальная йога девать к этому час это серьезные вещи это говорит о нашей супрементальной йоги супрементальную годами мама и не дептор санды аставь рила а я хочу донесить то что твое сознание если я горю пророком нашим салов миксом если я горю исламом мое сознание станет супрементальным и я вижу глубже вот это хочу донести некоторые мамы у меня есть братишки которые два-три мадресы закончили и вот они моих слов не понимает потому что они узко в одном направлении идут и не могут понять игру вот прочти хотя бы чуть шри аурабинда супрементальное сознание как его бог ввел аллах аллах то един для всех народов но те конечно низкие уровневые книги до ранние были но они их не поняли конечно это еще широкий коран огромный но он-то и говорит что созреть надо понимаете созреть духовно вот смотрите вот имам это не против этого хадиса или моха вов но в нем тогда лежит и как раз оказывается базовая функция как раз акустом гормаром нашим супа интеллект айкью очень ваш мире если мы рейх чем страдал рынок генон чем страдал не знаем они как раз таки мусульман лев толстудим стал мусульман стал дым куанамз она сами это их не интеллект позволял понимать что последний путь ислам что он больше пользы удаст потому что человечество нежном уровне развития тут много игры и отрывается очень сложно это вообще довести до чего то есть вот говорим что при ментальное сознание на пустом гормон телега арбак меня здесь это увеличивает их иман во-первых вот пиздом акустом гормаром скурит его жена баба ларми сюдествам там закрепил остальные коррес полда это их иман увеличивать же они уже надо не гэта за услугу они уже этот миром не болеют вот это как раз нужно для настоящего созревания чтобы человек попал я над я лимберге в рай попал он должен созреть в этом мире и путей много очень и сонным берн контролирует аллах все от аллаха и мамы не должны по существу как был сильно и болеть за это но слушать прислушиваться направлять где-то подсказывать они конечно имеют право и должны но не против идти какие-то говорит что-то понимаете хорошо давайте на русском сегодня интервью закончим чтобы ты хотел сказать своим слушателям ну уже в нашем самом начале говорил самая основная идея наша окна сухар лары должны понимать глубину вещей что действительно наш путь наш народ иметь большой потенциал и кстати вот сейчас вспомнил чем я хочу мне уже двадцать лет об этом говорят шанур покрыть новое поколение мы должны воспитать людей буду я на то что об этом говорить новое поколение людей которые казахов именно который по-настоящему станут и собою казахский с запахом казахским колоритом которым сознанием все настоящих казахов есть потенциал у аху сухар лара вот наши детей мы должны воспитать настоящим казах вот 16-17 пик нашего казахских традиций пик нашей духовности вот к этому возрождению прийти бы и вот это поколение если не создать мы пропадем не говорили вот это баба лар есть вот этот простой кумы не создание мод почему мы его сейчас приходим общаемся говорим все насущие наши проблемы вопросы вот мы должны правильно созреть напоследок горитеда кузова правильно созреть правильными казахи и правильным мусульманами стать не ущемлять другие нации наоборот они должны стремиться научиться казахским языку кстати по законам психологии мы дал имею право в будущем требовать чтобы они знали уважали на если это земные законы есть через которую я очень много вот сейчас спорю если он меня вот услышит саид ходжа друг мой один есть у нас на работе он не понимает и говорят вы другие нас обязаны казахский знает говорить понимать нет и мы если мусульмане зачем нам казахский твой мы же мусульмане он намаз читает о парень вот если он услышит поэтому глубины вещи он не охватывает и мы все можем не охватить на самом деле вот это опять правительство бана ангеллер мы должны издавать законы где действительно доминанты и нации вот в россии хотят это все таки понимают доминирует должен остановить титульной нации депо это уже подчеркнул что титульной нации мы уже подчеркну что мы все-таки доминируем вот это должно быть люди а если мы духовные правильные казахи правильные мусульмане настоящие мусульмане в истинном смысле то те будет тяготиться наш язык культуру мы должны быть настоящей мощной нации тогда все нации будут стремиться уважать и изучать язык